Добрый день! Сегодня мы будем делать куриные рулеты в Сибири. Значит, насчет курицы. Это мы взяли ножки куриные и вытащили отсюда кости. Значит, кроме этого, что нам нужно будет? Хамон. Если у вас нет хамона, можете положить, например, бейкон или что-то похожее. Нужен будет сыр. Сыр, в принципе, можно будет любой. Мы будем использовать итальянский сыр горгонсола, но это не принципиально. Единственное, нужно сыр, желательно, чтобы он плавился. Потом нам нужен будет лук, одна луковица. И нужно будет два яблока. Это у нас будет как гарнир, скажем так. И нужен будет стакан Сибири. Если Сибири у вас нет, можно, в общем-то, использовать белое вино. Но Сибири будет, скажем так, ближе к идее блюда. Ну, естественно, нужна будет соль, оливковое масло и перец. Для начала, что мы сделаем? Это мы сделаем рулетик. Мы посолим. Не очень сильно. Посолим курицу. Почему не очень сильно? Потому что хамон соленый. Если у вас будет что-то другое, значит посолите нормально. Поперчим. Положим сюда хамон. Потом сверху хамона мы положим сыр. И все это закрутим в рулет. Сейчас мы вносим сыр. Где-то вот так вот. И положим это в каждый рулет. Сюда положим. И сюда положим. И теперь все мы это закрутим. Так, здесь у нас корпус есть только. Здесь у нас очень большая. Теперь мы это все закрутим. И завяжем ниткой, чтобы он у нас не развалился. Так, здесь у нас тоже корка есть. Я с одной стороны посмотрел, там не было, думал, что не с одной. Я так и с одной стороны есть корка. Ну ладно, не важно. Корку мы сняли. Значит, мы теперь закручиваем это в рулет. И сейчас мы это завяжем ниткой. Еще один и второй. Так, мы сделали такие два рулетика. Завязали их нитками. Разогрели сковородку. Налили масло. И сейчас мы положим сюда их обжаривать. И пока у нас обжаривается, прибавим чуть огонь. И пока они у нас обжариваются, мы займемся яблоками. Значит, яблоки мы почистим. И порежем квадратиками. Такими примерно, ну, полтора сантиметра. Потому что это у нас будет как горлит, скажем. Обжарили рулеты. Теперь мы высыпаем сюда выпечивник. И теперь мы покладем лук. И лук сейчас будем пассеровать. Пассерим его чуть-чуть. И будем пассеровать. Так, лук мы обжарили. Теперь мы покладем яблоки. Яблок болен таким достаточно большими кусками. Мелко не режется, потому что начали они превратятся в кашу. Значит, мы их сейчас сюда положим. Поднимем немножко огонь. И все их обжарим. Но обжарить, конечно, совсем не получится. Но чтобы они были такие. Скажем, подрумянившиеся. Так, ну, мы немножко, так скажем, обжарили яблоки. Яблоки я не сказал. Это яблоки голубые. Мы попробовали их. Они, в общем-то, такие распадшин сладкие. Если у нас яблоки кислые, добавьте чуть-чуть сахара. Потому что иначе с тигром это будет такая вещь. Мало съедаемое. Значит, теперь мы возьмем следующее. Сделаем. Убавим огонь чуть-чуть. И сейчас мы все эти яблоки отодвинем с луком. Отодвинем на край. Отодвинем на край. И в образовавшееся пространство мы положим курицу. Наши рулеты. Значит, положим один рулет. И второй рулет. И зальмем все это с сидрой. Значит, возьмем сидру и все это зальмем сидрой. Сидрой где-то в стакан. Ну, теперь подождем, пока она закипит. Накроем крышку и будем уже делать до, чтобы курица была готова. А где-то последнее мы эту курицу перевернем. То есть, где-то я так думаю, что она будет где-то полчаса делаться. Потому что куски достаточно толстые. Значит, 15 минут на одну, 15 минут, пока вернем на другую сторону. Так, у нас прошло 30 минут. Как видите, сидра уже вся практически выкипла. Посталось, значит, чуть-чуть как соус. Значит, сейчас мы это разложим по тарелкам. Маленький нюанс. Не забудьте снять веревочки с рулетиков. Итак, это у нас блюдо под названием куриные рулетики с хамоном и сыром в сидровом соусе. Значит, я вам повторю, у кого нет сидра, можно использовать белое вино. Я думаю, будет это, в общем-то, похоже. Пить мы это будем, естественно, сидры, так как у нас сегодня все яблочное. Так что, всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита, пока.